Обеспечить жителей Чувашии качественной питьевой водой и сделать дороги безопасными для автомобилистов. Эти вопросы обсудил Михаил Игнатьев на видеоконференции с главами администрации районов и городов республики. Под надзором управления Роспотребнадзоров Чувашии находится более 1800 источников централизованного питьевого водоснабжения. Качество питьевой воды в районах и городах республики оставляет желать лучшего. В течение 2013 года из источников централизованного водоснабжения по санитарно-химическим показателям исследовано более 800 проб воды. Гигиеническим нормативам не соответствовало более 25% проб воды. То есть каждая четвертая проба воды из источников по химическим показателям не соответствует. Этот показатель лучше, чем в 2012 году, однако еще хуже показатели по Российской Федерации. В рамках федеральной программы «Чистая вода» в 2014-2015 годах планируется реализовать проекты на сумму 2 миллиарда рублей. В первую очередь это завершение группового водовода Шумуршинского, Батревского и южной части Комсомольского районов, которые обеспечат питьевой водой более 65 тысяч жителей. В числе первоочередных задач также реконструкция объектов в селе Порецкое и городах Шумерли и Канаш. Глава республики потребовал от руководителей муниципалитетов конструктивного решения вопроса. Я акценты сделал на привлечении вне бюджетных источников, уважаемые коллеги, друзья. Рассчитывать на бюджет по этой программе – это только можно одну треть. Ремонт дорог тоже требует вложения немалых средств. В 2014 году из муниципального бюджета выделено более 80 миллионов рублей на капитальный ремонт дорог столицы Чувашии, рассказал глава администрации Алексей Ладогов. Но этих средств недостаточно. Ямочный ремонт проезжей части в Чебоксарах ведется подрядными организациями «Дорекс» и «Дорстрой». Используется холодный и литой асфальтобетон. На сегодня отремонтировано 1800 квадратных метров аварийных участков. Ямочный ремонт планируется завершить до 10 апреля. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика.